привет друзья очень страшное событие сотрясло сегодня нью-йорк это было землетрясение магнитудой 4 и 8 баллов у нас ребята тут только что было землетрясение он там газ все наши уже вышли выбежали на улицу 10 минут как прошло пока больше не трясло у нас как бы говорят что один балл было но я вижу строители строители тоже внизу пока находятся никого наверху нету хотя вот там здание напротив строители еще наверху но метро ходит никаких предупреждений сигнализации и там тревог не было единственное конечно говорят в во флориде очень сильно тряханула было землетрясение 48 баллов только что ребята было предупреждение по нью-йорку о том что рекомендуется оставаться дома и в случае травм там получения звонить 911 так что вот официальное предупреждение только что было по всем телефонам вот и землетрясение магнитудой 47 баллов тут пишут на google 48 в нью-джерси вот так что нам сейчас сказали что можно уйти домой если кто хочет вот так что думаем идете домой нет 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 ну официально как бы такого заявления не было от руководства но да но по предупреждению которая всем только что пришла на телефон было точно сказано что лучше оставайтесь дома никуда не вы ходите нигде и не сидите знак вопроса что лучше делать безопасности сканой на и к магнитуду разрабатываю наш ну если нас из офиса всех выгнали на улицу оказывается землетрясение произошло недалеко от нью-йорка 47 балла и во флориде также было зафиксировано 48 баллов землетрясения вот поэтому нам сказали хотя бы на полчаса выйдите подышите воздухом потому что опасность зданию нас очень сильно трясло у нас до этого здесь стройки рядом происходят и когда свая забивали то я тоже чувствовала что здание потряхивает а монитор шевелился а тут прям очень хорошо так было почувствовалось прям кошмар какое-то страшно было реально вот так что мы сейчас на улице вот наше здание такое красивое стеклянное мы на последнем этаже наш офис находятся и вот там все наши сотрудники стоят столпились недалеко вдруг придется опять идти на работу это я думаю все равно все будет окей и скоро пойдем опять на работу говорят что им нью-джерси тоже очень хорошо вы почувствовали зимотрясение так что ждем стоим посмотрим что будет дальше вот там вот люди из офисного здания все по выходили всех по выгоняли он кстати люди начали уходить с этого места с макдональдса дело в том что учитывая то что здесь здание строится и находиться в этом месте намного опаснее потому что неизвестно вдруг вот это здание может обрушиться и в данном случае даже в нашем здании будет безопаснее находиться чем где-то рядом с какими-то высотками то есть лучше где-то вот в районе парковки вон там землетрясение землетрясение произошло в пятницу утром в 10 23 утра я только пришла на работу только начала включаться в работу как начались эти толчки и довольно таки продолжительно это было сначала подумала что опять стройка у нас происходит у нас было очень хорошо слышно когда свая забивали на стройке то колыхались мониторы но это было абсолютно несравнимо это действительно очень было ощутимо это землетрясение вызвало толчки от филадельфии до бостона и сотрясло здание нью-йорка мы наш офис находится на седьмом этаже мы это очень хорошо чувствовали но что было удивительно даже мой брат находясь на втором этаже нашего дома он спал и землетрясение разбудила его а цена он тоже это все почувствовал пришла домой а тут сразу землетрясение у нас аляжик ты как расскажи как ты это вот это твое первое землетрясение ты проснулся что я спал после работы уставший очень сильно хотел спать и очень крепко в принципе спал и тут как что-то затрясло зашумело я даже подумал что это поезд поезда моего или эстакада еще во сне я думаю блин где здесь могут быть эстакады у меня я жду нет никаких нет поездов только потом до меня дошло что это все-таки землетрясение посуда зазвенима сейчас потише но дверки погромыхали так неплохо ну да он только что был второй раз и тоже как-то страшноватенько страшноватенько вот Олежек тут собирается ой я уже говорила точнее скажу в конце видео собираемся кое-куда и да Олежек он даже стал типа работником месяца и у него был подарочек я его еще не распаковывал поэтому тоже выйдет в это видео да тут Олежек прошел с работы свет выключаю Олежек завтракает и он сказал что хочет похвастаться чем-то похвастаться если так можно сказать похвастаться отопление у него тут работает солнышко у него тут светит 18 раз у меня это уже почти сейчас на часах 7.37 вот Олег Самозунов пришел давай все работа я же говорил что ничего не подарили но этот как работник месяца ничего не дали не не день ничего сегодня подошли мне говорят мальница подошла говорит Олег ты же работник месяца тебе же положен подарок окей я думаю ну наверно дадут кофту штаны или футболку мне прям выставила куча всего говорят выбирай выбор конечно дебильный сейчас перед тем когда показать что наверное могу сказать что вот мне запомнилось там вообще много все было принципе наименование 7-8 было но именно что вот мне прям запомнилось я половину ничего не запомнил не могу повторить а то что запомнил его прямо запомнилось это дурбел дверной звонок дурной звонок нормальный но он электронный то есть там с кнопочкой с камерой как я понимаю можно удаленно где-то там вывести себе наверно как я прям он с экранчиком интересный подарок дро это была колонка говорящий как у тебя там типа там будильники ставят все такое а подожди еще тогда момента это сколько времени прошло после того как ты тебя сделали месяц уже в первую очередь уже сейчас будут новые новые наверное разобрали самые лучшие подарки олег понимаешь так а че они мне не предлагали а потому что ты наверное что ты же уходишь пораньше я прихожу как если они там второй работник месяца который маркус он также самых не full time он part time но он черный и это наверное ему первым дали вот это джебель колонка слушай круто лип 4 конечно не последняя модель сейчас есть флип 6 но это флип 4 алик все равно это бега круто я сразу увидел и подумал надо брать нифигасе вот такая сейчас такая вот она я видел на амазоне стоит 75 долларов 75 долларов неплохо неплохо теперь надо ехать куда-то на природу велосипед есть проверить работает сейчас включим музыку на максимум чтоб сашу разбудить и же это же не по-моему тоже дома я его вчера видел я спать уходил а я ему сказала по поводу ветра а вчера когда когда он окно на проветривание оставил и у нас там просто ходором стена ходила когда мы ужинали так ничего себе прям как айфон прям как айфон смотри распаковка не хреновся все крутяк маленькая такая компактненькая колоночка аксессурованы какие-то вот джебель зарядочка обычная mini usb не лайтинг инструкция целая книга оранжевый такой давайте попробуем включите начало где мой телефон даже еще музычку включим о знакомый звук у нас же в украине тоже была колонка в селе слушали обычно нас было поменьше там джебель гоу-2 это типа если что ты знаешь где этот звук уменьшит а то сейчас как вырубим музычку или сейчас мне смс какой-то придет а вот же кнопочки вот они а господи я даже сразу не увидела вот они раз минус так я сбросил вроде на меню надо включить пошут наверно тебя включить давай тебя включу ролик потому что музыку я не могу включить заблокирует тебе youtube а ну это да а можешь любое видео чем вы не вижу так можно принципе велосипеда колоса как фонарик громко это это наполовину наполовину не надо громко разбудим людей короче вот так вот можно слушать музыку хорошая штука все туда на природу куда-то выезжать со своей колонку со своей музычкой даже получше чем у нас вот это маленькая была дома мы маленькую которая у нас дома маме оставили чтобы мама слушала музычку в селе есть тоже такая вот штука тюб тюб такой но тяжеленькая конечно у нас там маленький такой квадратик его и в карман можно положить это конечно такая ну он уже играет и помощнее эту мать могла бы дискотеки устроить можно и дать если но мы использовать не будем она будет устраиваться на этаже там прикинь на этаже как соседками танцевать вот такой вот олежки вручили подарок как работнику месяца спустя месяц поздравляю олежек спасибо и зрители все тебя тоже поздравляют хочется у меня уже все подогрета а что у тебя подогрета что ты тут кушаешь а нифига себе креветки шашлык и суши а ну еще салат и еще салат это это аня суши покупала потому что эти таксы вернули деньги с налогов да с налогов олег ты сколько получил возврата по таксам 210 210 а я 470 получила чтобы люди понимали это то что я оплатил сначала налоги оплатил я около ахинь на сколько я платила долларов 400 я не настолько много и оплатил и вот они с этой суммой за то что у меня маленький доход там все такое они вернули 210 долларов и блины 400 долларов не заплатил я заплатил 300 наверно вот они от этой суммы вернули 210 а у меня получилась такая сумма 470 потому что я указала что у меня был доход с ютуба с которого я заработала 100 долларов а она сам youtube я была потратила расходы указала что на рекламу потратила 100 долларов на покупку микрофонов видеокамеры я потратила и вот мне как бы списали тоже налоги за то что у меня расходов оказалось тоже больше чем доходов классно в америке что ты если платишь налоги то тебе еще могут вернуть если у тебя доход маленький доход маленький то есть расходы превышают но там не только доход там учитывается еще и ситуация жизненная там инвалид не инвалид здоровье семья куча всего там куча еще нюансов вот это классно что они учитывая вот это все они потом возвращают налог которые ты оплатил и вот как я так сравнивала сколько налогов платят в украине и сколько мы здесь в америке платим то мы платим вот я одинокая мы платим точно также 25 процентов от своего дохода и даже с этой суммы мне идет возврат потому что я заработаю меньше чем как бы оно там положено так что нам еще вернули налоги и мы немножко так тоже гуляем видим креветки лазанью суши вот такой вот олега завтрак ладно олега сегодня еще будет вторая работа это будет четвертый день на доставке надо еще хотя бы поспать пять часиков на что давай отдыхай тогда и потом будем собираться на доставку и олег расскажет о четвертом дне на доставке в это уже будет завтра может и не будет вы можете скажу там пошло нам все знаешь что ли я хотел тебя попросить если у тебя тогда будет много свободного времени поснимать для зрителей района в котором ты будешь делать доставку и какие рестораны просто есть в округе откуда можно доставлять посмотри да по настреле тоже интересно окей ну все давай тогда отдыхай типа спокойного тебе утра приятного аппетита пиво возьми нельзя перед работой только четыре часа поспать все отдыхай эпицентр землетрясения находился в 80 километрах к западу от нью-йорка в ливане штат нью-джерси мэр нью-йорка заявила что толчки могут продолжаться но при этом жители нью-йорка могут вести свой обычный день поэтому мы вернулись в наше офисное здание продолжили работать однако руководство разрешило некоторым сотрудникам уйти с работы вернуться домой если они испытывают страх перед этой стихией афришок магнитудой 2 балла произошел буквально через час после основного землетрясения в 11 20 а люди продолжают свою обычную жизнь как рекомендовал мэр нью-йорка сегодня пятница многих выходной кстати аттракционы какие-то у нас тут еще может быть работают люди гуляют отдыхают с детьми сейчас весь транспорт ходит метро и автобусы магазины работают офисы тоже так что обычная жизнь вернулась в нью-йорк всего лишь немного напугав жителей землетрясения в нью-йорке это большая редкость примеру землетрясение в 5 баллов происходит нью-йорке раз в 100 лет 6 баллов 670 лет надо ожидается и 7 баллов и выше происходит вообще раз в 3400 лет последний раз землетрясение амплитудой выше 5 баллов произошло здесь в 2011 году вот на набережной даже дочка павла работает и можно выпить холодного пива но холодное пиво сейчас бы не советовала потому что на улице очень-очень холодно сейчас и сильный ветер хотя пишут 9 градусов 9 градусов такое понятие при холодном ветре такое ощущение как будто плюс 1 0 градусов вот так что все работает по поводу аттракционов да я ошиблась к сожалению аттракционы не работают несмотря на то что у многих выход на сегодня но наверное не тот день когда стоит развлекаться землетрясение для нью-йорка было новинкой но никак не угрозой для зданий нью-йорка как сообщили эксперты к примеру в калифорнии подобные события подобные землетрясения случаются намного чаще и для калифорнии это не было бы таким лучшим событием как это случилось нью-йорком говорят что из-за землетрясения даже оон прервали свое заседание а также аэропорты прекратили работу на время чтобы провести определенные проверки но вот относительно аэропортов есть небольшой страх потому что наук с братом завтра лететь а куда лететь вот тут делайте догадки подсказкой мы летим на отдых буквально на три дня пишите обязательно в комментариях куда же мы полетим на три дня из нью-йорка господи только что двери так гормыхали блин опять землетрясение что ничего себе ну и спасибо друзья что смотрели мира вам и добра и до новых встреч пока пока а